Итак, здравствуйте дорогие мои друзья, все мои подписчики, те кто смотрит просто мои видео. Вот мой уже третий обзор, уже очень поздно, но тем не менее я снимаю до сих пор обзоры. Вот моя няшка, извините что она влезла в кадр, просто такая няшка-мордашка, в кадр влезть просто невозможно. Она тут рядом сидит, поэтому случайно прыгнула в кадр. Вот, упс, так, ладно, сейчас мы эту упс, которая упала, покажем и сразу же уберем. Вот, это такое колечко, это кстати кукла Брайер Бьюти, у нее тоже был изъян, что мне не очень понравилось, даже когда я купила у себя в городе, в Толунске Брайер Бьюти, русского, ну как сказать можно таки, русского или какого качества, но она правда таки вся дребезжала, вот так, когда ее берешь, вот так вот, у нее все эти шарниры дребезжат прям так. Когда я через купила, у меня через было вообще в отличном состоянии, у нее все шарниры купили, это была моя первая вообще шарнирная кукла через худ, из этой же коллекции. И вот, я когда ее купила, у нее такие были тугие шарниры, что я подумала, классно, оказывается, у нее всех такие, думала, клево, что не будет болтаться, шататься. А когда я Брайер распечатала, она прям дребезжала, я аж боялась ее вообще брать, я думала, она сейчас развалится как раз, сыпется на части. Вот, и теперь уже 147 кукол, теперь я уже понимаю, что они все разные, и что бывает даже брак, и бывает дефект, вот. Ну, в общем, у этой тоже есть дефект такой небольшой, что мне не очень понравилось, хотя этот дефект может быть еще вот от этой короны, она очень большая и очень тяжелая. Вот, сейчас я скажу, какой дефект у нее здесь, тоже с головой, между прочим. Вот, такое колечко у нее было, как и у всех, конечно же, кукол в этой коллекции, это у нас весенний фестиваль, или сказка наизнанку, или просто весна. Вот, и как я уже говорила, на обзоре Брайер Бьюти Зима, то, что у нас на улице, вот, холодно так, типа, потому что я Брайер Бьюти заказала, зима, поэтому у нас зима, но сейчас уже у нас практически снег везде расцвел, только вот во дворах, на клумбах, там большие кучи, ну, там, где не убирают, там, естественно, еще пока есть снег, вот, но тоже тает, вот. Река тоже пошла практически, вот, и, в общем, когда я даже забирала вот этих кукол с почты, Брайер Бьюти и Шибаджу Кукоя, было, кстати, солнышко, так нормально было, ну. А когда я пошла по магазинам уже и покупала вот Эбби Буминейбл и Дракулауру, кстати, когда я Дракулауру покупала, нормально было. А когда я уже купила вот эту вот собачку, которая влезла в кадр и вышла из магазина Бубльгум, пошел мелкий дождик, и когда я уже пошла в дочке-сыночке, уже рядом с домом магазин у нас на втором этаже, где супермаркет Холидей Классик, там есть дочке-сыночке, я пошла туда, там вообще, когда я уже подходила, практически к этому магазину, такой дождинно пошел, я аж капюшон надела. А я еще пошла без шапки, потому что уже, как бы, тепло у нас, уже, ну, достаточно-таки, около 15 практически градусов, вот, и поэтому я пошла без шапки, вот, и даже и в куртке то мне жарко было, вот. И пошел такой дождик, вообще кошмар, я аж промокла вся, и, ну, все равно у нас серо как-то на улице, прямо как в Питере, все такое серое, мрачное, надеюсь, завтра будет солнышко. Ну, и на Пасху тоже, но хотя я на Пасху работаю, это очень жалко, потому что все мои поедут в церковь, свечки ставить там все, и на Пасху в церкви, как бы, побывать, я так хотела, потому что я, как бы, все время там бываю, но и не только из-за того, что в церкви побывать, свечку поставить, я еще хотела тоже сфотографироваться с льдом, который пошел на речке, с рекой, вот, или кукол сфотографировать, а вот я работаю в воскресенье, вот так вышло. Ну, и ладно, зато у меня есть мои красивые куклы, может быть, предоставится все-таки возможность сфотографировать их. Я схожу на дачу, на речку, и там их сфотографирую, по крайней мере, не всех, но, может, часть, таких, как лагуна, например, потому что лагуна, она любит очень речки, море, ну, и плавать, поэтому некоторых буду там фотографировать, вот, там есть в нашей речке Басандайка на даче такая часть, где можно прямо пешком пройти, то есть там даже можно куклу поставить, ну, я думаю, кукли такие, кукли вот так, я думаю, такие будут, по пояс, если ее поставить, ей будет по пояс, потому что воды там по щиколотку, ну, это на середине, а если переходить речку, то сначала идешь там с берега по колено, а посередине там уже гравий прям, и там вот, ну, по щиколотку, если, ну, для человека, а мне лично по щиколотку, ну, а кукли, естественно, вот так будут примерно, потому что кукла, естественно, маленькая, она не человек, вот, и я там уже один раз фотографировала на конкурс куклы в купальнике, это Ашу, куклу безграничное движение Барби, вот, и очень красиво вышло, но мне не дали до конца дофотографировать, то есть я сфотографировала, только четыре кадра, и все, и там какие-то люди пошли, если честно, эта река, ну, настоящее болото, там вообще плавать, ну, в детстве мы плавали еще, там, я, сестра моя, троюродная сестра, там у нас еще даже голубая глина была, которая офигенно дорого стоит, мы ее даже черпали там, ну, это еще все уже, конечно, зацепилось там, вот, ей больше глины нет, вот, и, не знаю, там семья проходила, именно где я фотографировала, вот, мальчик круг нес, и женщина с мужчиной, наверное, родители его, вот, и, если честно, не понимаю, зачем они круг несли купаться, что ли, я бы там не купалась, это реально болото, там даже, может быть, и рыбу ловят, мост, когда проезжаешь дальше, когда мы едем на дачу, мост проезжаем, там рыбу ловят, это реальное болото, я бы там никогда в жизни бы не купалась, там, блин, наверное, и все еще и писают, и какают, если кому не ленили, кидают еще мусор, ну, в общем, река очень грязная, вот, поэтому я, как бы, не рассчитывала, что тут кто-то придет купаться, я, главное, уже так расфотовалась, обрадовалась, думаю, никого нет, и тут, блин, идут люди, надеюсь, больше людей не будет, когда я буду ходить фотографировать, потому что, я когда в лесу фотографирую, там людей нет, мне, естественно, нравится фотографировать, в лесу природа, все такое вот, в общем, вот такое колечко было, и оно мне налазит только на мизинец, детское такое колечко, вот, здесь у нас роза, это такой лепесточек серый, естественно, с этой куклой была подставка расческой, потому что это старая коллекция кукол, и с ними еще есть подставки, вот, вот, поэтому она стоит у меня на своей подставке, но я эту подставку отдам о Кедри Вуд базовый перевыпуск моей, потому что она у меня раньше сидела на кровати, вместе тоже с остальными эверяшками, у меня там уголок такой небольшой возведен на компьютерном столе, в углу для эверяшек, и там у меня тоже мебель стоит, кровать, у меня там стол, стоит камин, компьютерный стол тоже для кукол с компьютером вместе, ну, и там кресла всякие, стульчики, вот, и там у меня через, ой, да, этот, Кедра Вуд сидела, базовый перевыпуск рядом с Кедрой Весна, я ее просто пересадила, потому что туда брали, посажу, я не хочу такую красоту убирать в шкаф, поэтому у меня на этой подставке будет Кедра стоять в шкафу, вот, расческа, которая с ней шла, опять же-таки ненужная, потому что у меня этих расчесок дофига уже, буклетик, который я тоже вырезала, потому что я все это люблю вырезать, их имена, их, все эти картинки, я все это оставляю. Здесь у нас была вот такая вот карнавал, как идет, или это у нас как раз-таки фестиваль, вот здесь есть картинка этого фестиваля, здесь у нас какие-то карусели, вот я вижу колесо обозрения, американские, горки, ну, всякая тут вот, ярмарка такая. Здесь, естественно, написано по-английски и фотография Брайер Бьюти. Вот, в этой коллекции. Вот, если честно говоря, думаю, она хорошего качества, потому что там все в Империи кукол, куклы, как бы американского релиза, ну, мне говорят, вот, поэтому у них там все по-английски написано, по-русски нет ничего, вот, поэтому я думала, тем более Кедра мне пришла из тоже из Империи кукол, а у нее все нормально, с головой, с шарнирами, а вот здесь-таки вот голова падает все-таки назад. Ну, нет, вот так, если она вот нормальная, держа, а если вот так, видите, сильно потрясти, она уже опускается вниз, у нее сильно опускается голова вниз. Ну, я таки думаю, что это вот из-за этого вот большое, ну, потому что реально, ну, тут прямо аж килограмм, как будто у нее на голове висит. Так-то она, видите, вот, я наклоняю просто, она нормально все, но вот так она сильно очень. У меня это лично раздражает. Но такой же кукле Кедри Вуд из этой же коллекции и Через Худ, которая у меня была вообще самой первой веряшкой и вообще самой первой шарнирной куклы, потому что у меня до этого Винкс были, вот, ну, они, конечно же, остались, просто теперь я их не сфотографирую и не занимаюсь ими, потому что мне они больше не нравятся, они у меня просто сидят как сувениры, вот, потому что не выкину уже я их все-таки денег стоили, да и куклы все-таки красивые, вот, поэтому, как бы, когда я купила Через и потом Кедра еще из Империи Куколки, мне тоже ее привозили, я вот эту вот корону у них снимала, вот это вот здесь штырьки отрезала, просто, видите, она у меня сейчас вся вот здесь вот заделана, чтобы снять обзор. А вообще я ее планирую тоже снять и просто одеть, ну, или тоже закрепить резинками, вот, или можешь снимать иногда, вот, потому что у Через и Сход и Кедры, вот, я, ну, сняла от штырьков их вот такие вот ободки, вот, поэтому ей тоже сейчас эти штырьки обрежу. Вот такая вот сумочка шла с ней черного цвета и здесь у нас с одного края и с другого покрашена роза в розовый цвет. Вот, и здесь у нее есть такое пространство, то есть, вот, видите, вот, как можно запихать в мизинец, то есть, у нее там, ну, можно таки сказать, сумочка открывается, просто она здесь, нет заклепок, чтобы она закрывалась, но пространство есть, чтобы на что-нибудь положить. Ну, такое мелкое, как браслет или сережки только войдут. Вот, сумочка, значит, так, это все показали. Подставочка, вот она серого цвета. Так, теперь сама кукла, значит, ну, про голову я уже сказала, что она у нее немножко отпадает назад. Очень красивый кудрик, который я тоже мыть не буду, потому что через, ой, этот, блин, путаю их всех, кедривуд, который тоже я хотела помыть волосы, когда она еще шла ко мне. Когда я распечатала кедривуд, я уже и не захотела мыть, потому что очень красивый кудрик, и здесь я тоже не буду ее мыть. Очень красиво. Волосы, кстати, не залачены, и поэтому я ее мыть не буду. Здесь у нее собраны в хвостик часть волос, вот, немножко. Здесь у нее не идут все коричневые, между прочим, все коричневые здесь идут, вот. У нее розовое и даже есть зеленые пряди, точнее, даже, можно сказать, бирюзового цвета, темного, вот, только вот здесь, как бы, идет от челки и от пробора. Но это как бы длинная очень челка, потому что она вот, видите, какая, до пояса. То есть, вот они здесь идут от пробора, и вот здесь, и розово-бирюзовые пряди. Если честно, когда я хотела вообще купить шарнирную куклу, я искала Мокси Тинс, но тогда у нас не было их нигде, поэтому я решила присмотреться к Аверяшкам. Мне сначала не очень как-то нравились тоже, даже, ну, не, монстры тогда вообще мне не нравились, это вообще кошмарные куклы для меня были тогда. Это я сейчас их очень обожаю, вот. Поэтому я начала присматриваться к Аверяшкам, и мне понравилось сначала Кедровуд. Ну, я посмотрела, у нее руки и тело все как идет, как из дерева, ну, то есть с прорезями. Я думаю, нет, такая точно не нравится. И тут я увидела Брайер базовую, и вот я тогда ее и влюбилась в нее, именно в базовую. И очень хотелось. Когда я приехала в Детский мир, тогда я ее не нашла. Ну, все были, даже вот это. Я очень расстроилась тогда, и через два дня поехала, думаю, ну, ладно, поеду тогда, посмотрю, может, какая еще понравится. Я еще подумала, ну, мало ли, может, еще Брайер какая есть, может, я плохо посмотрела. Вот, приехала туда еще через три дня в Детский мир, и как раз-таки вот эта кукла там была. Я-то на нее так посмотрела, думаю, нет, вроде это не Брайер Бьюти, потому что, ну, зеленые пряди меня смутили. Думаю, у той-то базовой нет, думаю, зеленых прядей, значит, это не она. А вот прочитать-таки у меня мозгов не хватило. Вот я сейчас думаю, что я такая дура-то была, и не прочитала на коробке, что написано, что это Брайер Бьюти. Сейчас бы она у меня была бы уже, хотя нет, лучше пускай так, потому что сейчас бы она у меня уже была старая, ей бы уже было три года, а это вот новая, ей даже еще и дня нет, вот. Поэтому, наоборот, так лучше, когда она новая. Вот. Вот, значит, вот такая вот у нее здесь ободок корона, очень, между прочим, мощная и очень тяжелая. Она закреплена штырьками вот здесь, вот тут вот и вот здесь вот. Она у нее, этот ободок цветы розового цвета, причем темного, вот это вся вот, вот эти все розы темного цвета, а вот здесь вот две розочки я вижу, у нее светло-розово и белые, вот еще раскрашены. Глаза тоже у нее, тени везде зеленого цвета под ее пряди. Вижу, впрочем, у базовой Брайер и из коллекции Зима глаза не зеленые. Она здесь как будто прям другая. Я же говоря, даже и не узнала, когда, вот тогда хотела купить, и купила через, когда вот три года назад, в 2015 году. Поэтому я ее не узнала даже здесь. Вот такие сережечки у нее, розы, сережки розы очень красивые. Ну, просто они серые, можно было их раскрасить тоже в розовый цвет. Вот, и здесь тоже такая же маленькая сережечка. Кольца нет, хотя вот у моей через худ колечко было, которое падало, кстати. Оно тоже сзади вот здесь было без крепежа. Оно с руки, с пальцев вообще сваливалось, даже когда я распечатала, тогда у меня оно так слетело. И немножечко куда-то упало, я его кое-как нашла. Ну, теперь я это кольцо заклеила, он там суперклеем, ну, где у него разрез и нету крепежа. Я его заклеила, оно держится. Но просто я такие вещи на куклах не храню. Такие, как колечки вот эти вот, и вот эти вот всякие вот большие воротники, такие, как, например, у Поппи О'Хара был воротник, шарф. Он ей мешал даже руки вот так вот поднять кверху. Такой воротник, как у Ревен Квинт базовый, вообще неудобно. Особенно, когда я вот так поворачиваю голову сфотографировать. У него же воротник-то не поворачивается, и получается, что у него воротник вот так на пол лица. И весь глаз, и все лицо закрывает. Поэтому я ей сняла этот воротник. Вот такие вещи я снимаю. Сумочки тоже убирает, у меня все на куклах не находится. Ну, здесь-таки очень красивый аксессуарчик, он ей не мешает. Кстати, с Кедри Вуд я сняла, вот здесь у нее тоже был аксессуар мощный на плечах. И как корсетом вот так одет, я его сняла. Потому что здесь вот так вот, и вот так вот, такие цветы большие на плечах, что они мешают. Также у Чересхуд такой же аксессуар был на плечах, я его тоже сняла. Он ей тоже мешал. Вот. Ну, этот очень маленький и очень изящный, ей он не мешает. Очень красивый аксессуар у него здесь висит. Здесь у нас тоже розы, и как будто они все сплелись у нее на шее. Розы, а вот это вот у нее типа стебелечки, они сплелись у нее на шее. То есть красиво. Его можно снять, вот здесь два крепежа, но я снимать не буду. Вот. Но шарниры отличные, очень хорошие, другие тоже. Браслетик вот, вот такой вот тоже роза, вот он как бы на пальчик у нее так свисает. Очень похож на браслет, как у Raven Queen. У нее тоже у базовой вот так же вот идет и свисает типа кольца вот сюда вот. Я так думаю, наверное, все-таки вот это и есть колечко типа свисает. Вот. Ну, платье у нее вообще шикарное. Я давно такое хотела, и наконец-то у меня она есть. Я даже не думала, что я ее все-таки закажу, и она у меня будет. Платье у нее просто шикарное, особенно мне нравится этот ее шлейф вообще прям, типа плаща. Он, кстати, пришит к платью снизу, здесь на юбке. Его невозможно снять. Хотя можно было бы сделать так, чтобы его снять можно было, потому что иногда не очень удобно. Но все-таки мне он очень понравился. Здесь на поясе у нее одет на талии вот такой пояс тоже черный вот. Его можно снять тоже сзади. Платье, оно тоже все вместе с этими юбками. Оно выполнено в черно-розовых тонах и в тонах роз. Видите, у нее здесь все рисунки розы, 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 розы. И здесь также вот они все розы. Это, кстати, прозрачная такая ткань, легкая такая. И здесь у нее идет уже юбка двумя слоями. Хотя вот у этой юбки, видите, нашит вот здесь вот такая вот ткань, как идет, как колготки обычно вот и шьют куклам тоже. Вот. Сеточка такая. И другая юбка, она уже идет вообще другая. Другим цветом и другая вот. Снизу здесь у нас уже как идут шипы, и она белого цвета, и такие стебли и шипы с розы, от роз. То есть вот, она идет уже белого, а шипы с черного цвета. Вот. Ну и само собой колготки, как у всех из этой коллекции. То есть даже не колготки, а штаны. Такие же у челюсть есть колготочки. И есть еще у кедры. Нет, только у Лизи. У меня Лизи еще есть из этой коллекции. Она с книгой шла. Вот. Так, уже кончается время на фотоаппарате. Нужно быстренько-быстренько. Вот такие вот штанишки у нее тоже сделаны. У нас тоже с розами. Вот здесь идет как розы. Здесь уже идет черное снизу. И вот тут я вижу тоже есть розы рисунок в конце уже колготок. Они не до конца. Ножки здесь у нас видны. И вот такие вот очень красивые плетеные туфли у нее тоже на каблуках. Которые тоже все черные. Но лишь снизу у нее вот здесь вот две, по одной розочке. Здесь и здесь. Вот тут розы такие не сизволили раскрасить. И вот здесь тоже. Вот. Поэтому здесь у нее черные розы и лишь розовые розы раскрашены. Вот здесь внизу туфель. Возле носочков. Вот такие вот каблуки. Ну и в общем вот такая вот у меня теперь красавица Брайер Бьюти. Появилась. Брайер Бьюти это мой любимый самый персонаж. Вот она вот такая вот очень красивая вся и хорошая. Это коллекция Весна.